На Украине. Лекция будет читаться на английском языке. Продолжение следует... Extreme Life Fields. Добрый день, уважаемые слушатели. Это еще не лекция, поэтому я с большим уважением отношусь к иностранному гостю, который здесь находится. Но я думаю, что все-таки, поскольку это школа, и здесь русскоязычные слушатели, лекции, это, наверное, все-таки удобнее учить на родном языке. А с какого-то говорится? Тема моей лекции — экстремальные световые поля. Что у нас в теоретической физике, как я понимаю? Я сегодня когда в поезде, я осматривал вот эту самую лекцию, измерялся в моем последнее потенциальное управление. Поэтому, наверное, в моем присутствии здесь теперь оправданную туристов, и я сам интересен. Состоятельно стараюсь и вспомнить нас. Рассказывать так, чтобы это было понятно, что веке. Значит, что такое экстремальные световые поля? Ну, наверное, у каждого поколения, у первого поколения, потому что у нас делается быстрее, делать несколько раз в течение одного, потому что поколение по-разному определяет свои экстремы. И, естественно, надо говорить о том, где он теперь рубеж, который в институте называют «экстремами». И поэтому первая часть, самая простая и годная, ему рассказывают о том, что такое циркумальные световые поля на сегодняшний день. Поскольку циркумальные световые поля окажутся жестко связанными с короткими дневностями лазерного импуса, то следующий раз делается, как будет посвящен тому, как с помощью лазеров получаются очень короткие световые импусы, а то антосекунды световые импуса, и как с помощью таких коротких конкурсов достигаются термальные световые поля. Ну, надо сказать, что, конечно, как просил проект Николай Борисович, Венцов сегодня был рассказ по российскому проекте самого мощного лазера, который называется «Экселс». «Экселс» и это база экзопатного уровня мощности. Я не знаю, произносились здесь такие приставки, но надо сказать, что в последнее время даже в другом дистанции, поскольку этот «Экселс», который мы используем, он по правилам русского литературного языка должен произноситься «Экселс». Но, тем не менее, почему-то, как все, что приходит в Запад, у нас здесь, так сказать, мы обезьянничаем, поэтому у нас в основном называется «Экселс» и приставки 10-18. Дальше будет раздел по физике взаимодействия таких вот сильных болей с веществом, и я здесь тоже буду, наверное, внимательно следить за реакцией профессора Боченкова, потому что у него будет следующая лекция, и если я буду залезать в поле «Экселс» на его поле, он может меня будет восстанавливать. Вот, но будет, значит, здесь есть, чем раз, для вопросов, которые я буду обсуждать. Ну и в конце расскажу о том, в какой стадии сейчас находится вот этот проект «Экселс» по созданию в России заводного развития. Итак, стремались световые поля. Ну, обычно здесь для, ну, меньше для школьников, я имею в виду сверхшкольников, которые будут в школах, больше для того, чтобы убедить начальство, вот такой вот графу. И в плане, вот, я больше не срабатываю. Да, бывает. Бывает, значит, вот сюда вот один, один срабатывал. Вы пытаетесь выразить вот таким вот сравнением, могут, наверное, самое большое время, вот которое, наверное, мало кто знает, из каких-то путей, но не знаю, что самое большое время, это время существования Вселенной. А третьи стимусы, с которыми мы работаем, это примите на уровне десяти эфирных секунд. Для того, чтобы сказать, насколько все эти молнии, вот эти вот элементы интервала, которые современная физика умеет работать, поражают обычно таким сравнением. Вот все знают, что такое одна минута, по крайней мере. Знают, что в течение одной минуты можно сделать. Все сезают в этот временной интервал. Вот отношение времени, жизни, Вселенной к одной минуте ровно столько же, сколько отношение одной минуты в десяти эфирных секунд. Ясно, что первое отношение совершенно гигантское, совершенно гигантское, как мы все это представляем из нашей обыденной жизни. И вот таким же гигантским является отношение одной минуты в десяти эфирных секунд. Все действительно очень маленькие временные интервалы. Если говорить о каких-то серьезных сравнениях, то лучше сравнивать, наверное, с периодом инфракрасного диапазона, где-то в районе, в тремя волны в районе в 800 нанометрах, а микрон в ВТС. Если взять 800 нанометров, это так называемая дремя волны генерации, старца фигрового лазера, то один период холебания – это 2,7 левых секунд. То есть можно сказать, что импульсы столь короткие, что мы фактически уже как-то переходим от радиоимпульсов, у которых есть хорошо определенное импульсное заполнение, к видеоимпульсам. К видеоимпульсам, где малое число периодов поля и вообще говоря, эффекты, которые могут в присутствии этих видов, развиваться, начинают зависеть от абсолютной фазы, то есть от того, как конкретно устроена короткие тренинг. То есть это фактически происходит к оптическим двигателям. – Александр Петрович, можете объяснить место человека? – Расскажите, когда человек… Вы меня можете перескать, потому что сейчас много есть теорий, но я не человек. – Это когда человек появился? – Как-то после пирамид появился? – Кто пирамид появился? – Все нормально. С той стороны у нас самый большой возраст – кибер, потому что мы берем человек, потом будем берем пирамид, потом будем берем одного месяца, но мы будем берем тем всего. Это все нормально. для того, чтобы получить мощности, конечно, нужно и как-то сравнивать эти мощности с тем, что мы проводим, мы представляем, конечно, представляем электрическую лампочку. – Мотор автомобиля, атомная электростанция, поскольку здесь в основном собрались теоретики из атомной физики, то они, конечно, знают, что там такая характерная, что ли, мощность блока атомной электростанции – гигаваттум. То есть это вот здесь есть атомная электростанция, 10-9. Интересно, если теперь прикинуть, сколько мы даем все в среднем, все източники энергии на Земле, это, кажется, очень большая величина. Ну, так мы могли считать, что, допустим, там, есть всякие вот атомные электростанции, атомная энергетика имеет 10% от всей энергетики у нас в стране, Россия имеет, там, не знаю, 10% от мировой энергетики, в результате мы приходим к величине, которая на уровне 10 тераватт, по крайней мере в 2006 году. Мощность всех рукотворных источников энергии на Земле была около 10 градусов. Вот, мощность вазерного импульса, который сейчас достижимый в лаборатории, много больше. По крайней мере, у нас в институте есть лазер, который дает мощность на уровне 0,5 ватт, то есть в 50 раз больше, чем все источники энергии на Земле. Ну, ясно, что здесь, никакие чудесно, бывает, и все это просто отделяется тем, что в формуле есть знаменация, в которой есть длинность импульса. Если мы хотим посмотреть на интенсивность энергии, на площади, которая падает в лазерный луч, то мы с вами взяли даже очень небольшие значения энергии, это 10 жоулей. 10 жоулей — это… если вот я ему слух поднимаю его вот так вот, то это 10 жоулей. То есть это совсем смешная энергия. Давайте эту смешную энергию поделить, во-первых, на маленькое пятно, которое в лазерное исключение может освещать кому-то, скажем, микрон или внец микрон, а еще и поделить на 10 минус 14 секунды, то оттуда вылезают вот такие вот гигантские значения интенсивности 10-22 ватт на сантиметр ватт. Ну, и вот из этой формы мы просто видим, о чем мы будем говорить. Итак, длинность импульса на уровне десяток секунды, энергия максимальная, которая достижимая, на уровне десяток жоулей, мощность, если 10 жоулей разделить на 10 на 14, то есть 10-15 ватт, современную нам пишут в 5-ваттную ватт. Ну, и 10-22 ватт на сантиметр квадратный это максимум то, что человечество к настоящему моменту получило, ну, и, так скажем, зарегистрировало в лаборатории, так, чтобы другие поверили. Настоящая на этой шкале слева, где-то до 10-22 ватт на сантиметр квадратный, считаем, что освоенное, будущее справа. Наверное, далекое будущее, но, по крайней мере, вот эти вот первые неосвоенные 10-23, 24-25, хочется, чтобы это было, по крайней мере, в обозримом будущем, на уровне, скажем, 5-10 веке. Какие физические эффекты, о чем здесь пойдет речь? Поскольку, все-таки, мы будем заниматься реликтивистскими или умер-реликтивистскими явлениями, то надо ввести разменный электронный потенциал а маленькая, и вот в этих вот релизах а маленькая обычно все в этой области верится и понимается. начнем с атомных значений. Если мы посмотрим на характерные поле, поле на первую морру скотните, 5 на 10,9 вольт в сантиметр, то ему соответствует значение на первую веку потенциалов 0,1. То есть где-то, если говорить про интенсивность, это примерно 16 вольт в сантиметр квадрат. Ясно, что если мы такое поле с такой интенсивностью высылаем на атом водорода, то атом водорода сразу перестает существовать. Ясно, что молочки искажаются, происходит реализация, вещество превращается в плазму. Здесь масса очень интересных делинейных эффектов, в том числе, я еще и буду говорить, в разделе генерации аэффективных выпусов здесь. Но это, в общем-то, в масштабе того, почему сегодня Игорь Рассказ, это прошло. Следующий эреха — это А, порядка 5-низ. Как мы сами понимаем, это такое значение, при котором соляторная энергия электрона в поле лазерной волны становится сравнимой с энергией покоя. Интересно, конечно, подумать о том, какая будет следующая точка. И вроде бы тянет, взять и посмотреть протоны. Но если взять все-таки, так сказать, значение соляторной энергии и посмотреть на этой шкале, где начинается релитивизм чистых протонов, то, к сожалению, фактически на сей порядок больше интенсивность. И пока мы сюда не заглядываем в это будущее. Но оказывается, что очень интересно, об этом я немножко скажу, и в последующей лекции будет сказано, что, несмотря на то, что плазерное поле ионы, конечно, будут двигаться по классической траектории, можно приблизиться к релитивизму за счет плазменных эффектов, за счет того, что можно по драматурной силой разделить электроны ионов, таким образом, что возникающие болярные заряды будут приводить уже фактически к релитивистскому движению ионов. И это будет происходить при меньших значениях, где-то уже на уровне 10-23 такие эффекты будут на уровне начинать действовать. Такие эффекты будут начинаться. Очень интересный, так скажем, эффект из муторерелитивизма, с которым мы сталкиваемся и который во всю силу будет развиваться при эргаменной тропанировании, здесь про здоровье, является традиционное трение электронов. Ну, мы с вами все знаем, что традиционное трение вводится как обычно некая поправка, там есть ряд парадоксов связанных с правильным введением абиссивы. Что-то оказывается лазерные боли уже сейчас такие, что это просто не есть какой-то теоретический раздел в учебнике, что вот так вот в принципе может быть. А боляй сейчас вполне такие, что на движение электронов существенным образом начинают сказываться вот эти вот эффекты традиционного трения. И движение электрона в сильных полях, в сильных оптических полях, у которых частоты соответствуют, как я сказал, оптическому диапазону, если говорить про энергокванды на уровне одного электрон-вольта, электроны колебны с поля с частотой один электрон-вольт, тем не менее, начинают звучать в диапазоне мэл. И вот эти вот потери на звучание становятся настолько большие, что движение электрона становится сильно десипативным. Далее вернуется кван-уликодинамик в том смысле, что движущийся электрон сонного торможения выбрасывает кванты сравнимой с энергией электрона, и здесь уже нужно описывать процессы квантового метонического излучения. И, наконец, то, что все говорят о том, что можно совместить вакуум, это характерные шмингерские поля, которые соответствуют 10-30-й ватт, 8-8 метр квадратный. В общем-то, уровень пока совершенно недостижимой, но, тем не менее, вопросы связанные с реализацией вакуума в последнее время очень активно исследуются. и, по крайней мере, вот здесь в этой аудитории я знаю трех выдающихся ученых, которые, в общем, самые последние, два российских, один немецкий, которые, в которые в последнее время имеют очень интересные и сильные публикации о том, что, в общем, не надо находить до 10-30-й ватт, а можно при существенно меньших полях наблюдать уже эффекты генерации электронных факторов в связи с Россией на паре. Я немножко об этом потом скажу. Я надеюсь, что вы, по крайней мере, российские ученые принимаете. Итак, вот эта шкала прошлого, настоящего и будущего, чему же никому же будет обязана восстановление этой шкалы движения в таком несъемлемом сигналом паре. Ну, к чему это, наверное, прежде всего шеркополоска плазерного среда. Для того, чтобы получить короткий импульс, понятно, что мы должны суметь синхронизовать большое количество мод плазерного резонатора, чтобы спектр был широким. Можно говорить, что не обязательно при этом пользоваться просто тем, что у нас какой-то широкополосный благосостоящий кристалл, можно говорить, каких-то невинейных эффектов, но, по крайней мере, при продвижении к уровню фемптосекундному, шли по пути использования, так скажем, все более и более широкополосных эффектов. Какие это лазерный свет? Ну, прежде всего, что такое широкая полоса? Мы говорим о электронном переходе. Мы работаем с квантами на уровне электрон-больта. красный петель, трезинный температур, диапазон 1 или несколько электронных переходов. Эти электронные переходы сильно шире. Почему они могут сильно шире? Может быть очень богатая структура колебательных вращательных степеней свобода молекул? Хребать в ну, вот, значит, надо сказать, я не хочу углубляться совсем, знаете, что есть там однородное, не однородное шире, но, в общем, проще, если будем говорить просто однородное шире линии, это значит, что каждая активная молекула, которая есть в лазерной среде, она, в принципе, может сгенерировать квант света в результате вынужденного звучения, которое может иметь одну частоту, другую, третью, идет возможность, вот эта полоса является достаточно широким. Вот такими средами, прежде всего, с самого начала оказались в красителях. В красителях генерация идет на краске, это органические молекулы, которые установлены в каком-то органическом растворителе, а поскольку мы все с вами знаем, что органические молекулы небольшие, там много всяких, С, А, О, и так далее, знаете, такие цепочки рисуют химики, то ясно, что у них много разных типов колебательных движений, и за счет этого электронные уровни оказываются здорово шире. Этим обстоятельством сначала пользовались спикроскопией, создавая лазер мускополосный, но широко перестраивая, чтобы можно было посмотреть, перестраивая полосу разные свойства различных вещей. А потом, когда научились синхронизации модных лазеров, то лазеры накрасистики оказались первыми, с помощью которых были получены секундные гимнусы. произошло в начале 80-х годов, и первая информация была чуть ли аж не ответили с ним пульсного 20 фемосекунд. Сущей исхачев произошел, отбили секунд к фемосекундам, но, по-видимому, первое, все-таки надо сказать, начало 80-х годов, это лазерный краситель. В частности, здесь переведено, например, это краска, родомид 6G, очень известный. Затем в дело вступили ксимеры. Ксимеры это удивительные молекулы, потому что они живут в возбужденном состоянии, и когда происходит атомное излучение, убирают. Просто молекулы распадаются на атомы. Это ксимулклор, полоса здесь определяется в течение которого продукты с этого распада расходят. Фексимеры это газовые смеси, их можно здорово масштабировать, заливая в большие бочки. поэтому поначалу когда сказали отлично у нас здесь широкополосные молекулы, и чтобы теперь побольше снять энергии, давайте возьмем не маленькую кубочку сантиметра, а возьмем 2 метра диаметром бочку, заполним ее смесью и получим генерацию. первые иглы сатероватной мощности были получены с помощью эксимеров, поэтому здесь их важно упомянуть, в настоящее время в мире такие системы практически не работают, они вступили место твердотельным лазерным системам, потому что это не отрава, в отличие от красителей эксимеров, с ними удобно работать, поставивай и только следи за тем, чтобы они любят дать большую тепловую нагрузку. Поэтому дальше у нас с вами следует очень популярный дозит неодинку стекло. Если быть честным, надо сказать, стекло это стекло и поэтому активные ионы могут попадать внутреннее атомное поле разное, и поэтому в разных местах расширение будет разным, за счет того, что это стекло получается очень широкая плода, тоже можно принилировать в 7,5 секунды стекло. Стекло очень хорошо тем, что его можно варить тоже в больших объемах. Вчера я слышал, что у вас была объекция Сергея Григорьевича Гарани, так вот установку FL2, который я вам наверняка рассказывал, это установка для усиления лазерных импульсов в стекле, диаметр лазерного пучка будет где-то 40 на 40, а стекло, которое при этом надо распространяется, будет аж 40 на 80. то есть вот это толщиной несколько сантиметров, вот такие активные элементы можно варить. Это не выращивать кристаллы, выращивать кристаллы гораздо более сложное дело, чем варить стекло. И, в общем-то, здорово, что существуют активные среды стеклянные, можно использовать для получения снятия достаточно больших энергий. к сожалению, стекло обладает очень плохой типопроводностью, в отличие кристаллу. Поэтому, нет шансов использовать, почти нет шансов, скажем, здорово, использовать стекло в таких вот метоватых лазеров и больше, и система работает с какой-то частотой повторения. Если речь идет о том, чтобы стрельнуть два-три раза в день, это делать можно. если речь идет о каких-то промышленных наработках или медицинских, когда важны дозы облучения или, значит, надо получать достаточно большое количество ускоренных частиц, электронов, протонов, то тут, то тут, конечно, простепло говорит не смысл, но для демонстрации эффектов, для моделирования уравнения состояния, для моделирования бомбы, это, так сказать, вполне, вполне хорошая система. Дальше появился удивительный кристалл, настоящий стопроцентный кристалл с хорошей, однородной шириной линии, с очень красивым названием, он называется Титан Сапфир. Сапфир – это красиво, но сапфир – это всего-навсего алюминий 2,3, и ничего больше. Вот. Но, тем не менее, это рагоценный камень. Разные добавки к нему, кстати, алюминий 2,3 бессветный, разные добавки к нему красят его. Оказалось, что добавки ионов титана, некоторые из которых, в небольшом проценте случаев, замещают ион алюминия, дает кристалл такого вот фиолетового такого розоватого цвета, обладающей удивительно широкой это вторая кнопочка ниже, обладает которой модель удивительно широкой полосой это полосачки не в октаву. Такого до сих пор еще никогда не было. Что такое такая широкая полоса? Представьте себе, что, предположим, вы сумели сгенерировать импульс, в котором гармоники синхронизованы с эстетеральным компонентом во всю полосу. Это означает, что фактически вы сумели сгенерировать импульс с длительностью приблизительно порядка периода поля в существовании импульса. Ну и ситуация в общем очень хорошо пригодится при развитии синхронизованы полей он является кандидатом номер один при движении к экзаваду. Если бы не очень неожиданная последняя строчка, которую как-то человечество долго пропускало неизгиды и даже непонятно чем связано. Ведь кроме плазерного усиления, когда вы инвертируете рабочие молекулы в среде, существует еще другий способ фактического усиления. И одно из них так называемое параметрическое усиление. Параметрическое усиление это нервнейный процесс, когда одна волна распространяется из нервнейных кристаля распадается над методом этих волны. Здесь нет никакой инверсии, здесь нет никакой энергетики, которую вы вкладываете, а потом извлекаете назад из вашей рабочей среды. Здесь просто имеют место банальный распад одного на два других в полном соответствии с законами импульса и распад холостую волну сигнальная волна это таз, с которой мы работаем, холостая это та, который избыток энергии, квант просто выносит кристаллы. Это не линейные оптические кристаллы. И особенно классы этих кристаллов водорастворимые. Не могу сказать, что это так же просто, как водорастворимые кристаллы можно сделать большими в размере до полметра в диаметре. которая вышла по существу сейчас в индирующей позиции. И вот этот вот розыгрыш кто быстрее на чём будут получены мультипинтоваты и заваты, это фактически сейчас конкуренция вот этих трёх последних трёх последних средств. Это диаметре кристаллы и линейные оптические кристаллы группы КДВ или ДКДВ КДВ 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 с трёх трёхволновой Теру или Франдашу ну можно сказать даже всей жизни Жерар Буу это известный физик француз который долгие годы жил в Соединённых Штатах работал потом вернулся опять во Францию сейчас проводят получив грант этих выдающихся учёных и нарисована и представлена потому что на этой картинке в зависимости сколько же этих квадратных можно было получить имеет место явно выраженная полочка какое-то насыщение и насыщение это было связано с тем что после того как были получены 20 сантиметров квадратных уголовных так 10-14 оказалось что оптические элементы через которые 10-14 созданные усиленные распространяются они перестают терпеть эти интенсивности начинается не менее эффекта приводящих к пробою и как не пышься больше ну не можешь то есть надо было чего-то такое придумать чтобы обойти обстоятельств вообще это философский вопрос потому что с одной стороны с помощью материи пытаемся усиливать усиливать излучение а с другой стороны мы разводим руками и говорим глядишь а эта материя оказывается не может терпеть то что там происходит вот практический элемент не терпит не терпит те же самые матрицы то же самое стекло в котором введенные неодимы излучают матрица стеклянная не терпит или она внушает чего делать наверное сейчас когда вам скажут я скажу ответ на этот вопрос вы просто пожмите плечами скажешь конечно если подумать то через две минуты придумать да значит действительно идея очень простая но по-видимому это одна из тех главных людей которые после произнесения становится всеобщим достоянием но именно благодаря этой идее начиная с конца 80-х годов в настоящее время и наверное в будущем далеком а может быть даже бесконечном развитие сверхсильных полей связано именно с использованием этой идеи идея простая давайте мы возьмем и задающего генератора получим этот уже короткий импульс который мы хотим иметь в конце эти там 10 секунд 20 но дальше для того чтобы усиливать мы его возьмем и растягиваем во времени растягиваем линейным образом с помощью дисперсионного элемента в котором синие и красные компоненты поскольку я все время говорю о широкополосных сигналах я представляю что они беликие красные и синие они дают белые тленоволновые компоненты синие коротковолновые красные могут убегать вперед в отношении в средах с положением дисперсии групповой скорости можно поставить искусственный дисперсионный элемент в котором красные и синие пробегают бегут пробегают через него за разное время это и есть дисперсия вы допустим можете сделать так что у вас красные обходят синие и импульс вместо белого на входе здесь нарисовано вот этот импульс который из генератора снимается попадает в элемент который называется стрейчером и окрашивается красными и пустые идеи ну пусть и синие абсолютно а сколько этот импульс растянутый а растянутый мы собираемся ни в два не в три раза а так это ну раз в десять тысяч то есть мы берем здорово растягиваем этот импульс на время локально будет такое же количество раз интенсивность и тогда если мы растянутый импульс содержать те же самые частотные компоненты и усиливающих те же самые средства пропуская в нашем усилитном тракте то конечно теперь этот усилитный тракт будет терпеть большее значение энергии которые мы усилили и локальное значение интенсивности осталось маленьким после того как мы усилим этот цветной импульс мы его должны назад сжать сжать точно так же вернемся тем 10 секунд как он был с самого начала на этом есть элемент по оптической архитектуре стрейчер который называет оптический компрессор это можно сделать не могу сказать что очень легко но делается и можно вернуть назад импульс который мы здорово усилили эта технология называется конечно называется это идея но сейчас это стало стандартной оптической технологией называется усиление черковных импульсов черк переводится английского это такой переличатый список когда птица издает чего-то и частота меняется это называется черк здесь черк это частота меняется переднюю фронту заднюю поэтому черк называется сипирь черк пол ну и полочка которую я вам говорил она кончилась все резко пошло вверх ну можно не с тем наклоном как это было в 90-х годах но тем не менее по прежнему продолжается вот это а если говорить о усилении гриблазинных кристаллов а добавляется еще две губы оптики оптиков параметры черт плоск значит вот теперь это три конкурента сейчас которые которые сейчас участвуют ну а за это открытие стал членом американской инженерной академии членом еще нескольких академий года назад стал членом российской академии наук ну и в общем дай бог ему так же быстрее двигаться по пути признания значит первый петоварный лазер основанный на технике усиления был построен конечно в Левоморе конечно я говорю не потому что в Левоморе самые умные так сказать головазки физики собрались ну а просто потому что конечно по масштабу финансирования которое было и в прежнее советское время тем более российское время то что имеет россия никак никакие сравнения не как нельзя самостоятель вот здесь приведена картинка это не есть лазер это есть картинка фактически лазера нового с предсеча проекта миф нишни нишни поселите многоканальный лазерный ненативный стеклян с огромными вот этими вакуумными витровами в которых изучение распространяется вот с такими размерами оптических компрессоров человек спокойно заходят но надо действительно в должное я бы здесь увянул замечательного американского ученого который к сожалению в физике ядерно лазерный ушел и ушли довольно давно назад но тем не менее это человек был построен объявлен в конце девяносто шестого года но первая публикация была вот только в 99 году получена где-то 1,5 пик 1,5 пик почти рекорд который держался в 15 лет лазер строился по программе быстрого поджима реакции когда предполагалось что должен быть надо быть процессы сжатия поджига термоядерной мишени должны быть принесены основное количество лазера на секунду мотивопозона мишени сжимает а приходит мощный металатный импульс который в каком-то месте эту реакцию поджигает вот эта техника от быстрого поджига сейчас по зрению много извинились на 90-х год была популярной именно для этого и был построен первым виноват то есть нам вообще не интересовались никакими особо перетелисткими явлениями я сегодня буду говорить было просто потребности очень коротким лазерным импульсом проникнуть за счет подтермоторной силы за счет выталкивания частиц вовнутрь и внутри способствует кожу термоядерной реакции предложение обучение полных импульсов было сформулировано в 1985 году и в то же самое время Питер Молден еще один американец предложил активный старт сапира то есть эти годы 85-86 годы судьбоносными я здесь специально вот этот слайд посвящаю этому открытию это активная следа с гигантской полосой усиления с гигантской полосой усиления которое впервые позволило получить прямо с генератора импульса с длинностью меньше 10 секунд и приблизиться к рубежам сверхсильных полей большим интенсивностям вовсе не за счет того что имеются большие джобли а за счет того что имеется маленький джобли джобли и сверхсильные поля с интенсивностью до 10-22 получаются на титан-сапирах системах джобли с джобли с джобли если более мощных системах они начинают заниматься и 4-5 оптических астрологов тем не менее это не дом который занимают вот такие лазеры для исследований моего процесса ну и наконец еще одна персональная страничка я обязан напомянуть фамилию Пискарскоса это выдающийся литовский ученый некоторое время тому назад он был выдающимся советским ученым и его первая работа с авторами по параметрическому усилению коротких импульсов была уникрована в журнале это большая польза для нашей страны и то что вы сейчас в некотором смысле являемся последним этой идеей и то что экселс газоват лазер будет строиться по каждой степени обязаны этому человеку чтобы быть до конца понятым такой простой слай вот это лазер усиление накачки из электроны происходит усиление импульс накачки и импульс сигнал пересекается длиннее приставе в результате чего сигнал и импульс выжирает из накачки кусок энергии вот это образы двух процессов которые используются при усилении импульса устройство в общем такая архитектура простая как я вам сказал имеется лазерный генератор который дает уже имеется стретчер который раскрашивает белый импульс в красно-синий в радугу дальше имеются каскады усиления это лазерное усиление дистанции на миодиме либо это параметрическое усиление на мини несколько слов в плане общего общей сведения я наверно должен сказать о других местах в стране где работа такие не ведутся и пожалуй первый секундный такой достаточно мощный лазер был сделан у нас в МГУ в лаборатории Александрович Армана это был красивый лексимерный комплекс и я честно могу вам сказать что когда мы были достаточно молодыми у нас была такая книжка которая называется оптика фемисе у нас лазерный бизнес это книжка которую издали ученые в МГУ она уже в конце 80-х годов и там была не только информация была вот такая схема рассказы как он работает ну и существует первая публикация в 1986 в общем надо сказать что наверное в свое время мы были ничего в этой области то есть в конце 80-х годов были вполне подобные я вам сказал о событиях 85-86 за границей а это наш такой отмер он был симметричным но все но как я уже сказал лексимеры не пошли далеко на это есть своя причина действительно размер активной следы может быть сделан огромным но оказалось что у лексимеров очень маленькое время жизни возбуждено постоять нескольких наносекунд и поэтому если вы хотите усилить короткий импульс который бежит через лексимер вы неизбежно наталкиваетесь на такую проблему что импульс вы усилили такая пипка появляется на фоне очень здорового пьедестала суперлюминисценции энергией которая высвечивается в широкий пьедестал сравнима может быть даже больше но вы скажете ну что подумаешь я же получил фемтосекундную пички так мы это получили но такой импульс совершенно не будет для физических экспериментов вы никакое взаимодействие фемтосекундного выпуска с веществом в случае такого плохого контраста посмотреть не сможете потому что этот пьедестал прибежит вперед фемтосекундного импульса и всю вашу лазерную мишель испарить вы не сможете организовать взаимодействие мощного фемтосекундного импульса потому что задуманный вами мишель потому что этот фемтосекундный импульс ступнется уже проблема контраста это очень серьезная проблема импульс должен быть такой чтобы он перед своим приходом своим предвестником не стал испортил те эффекты которые собираетесь это очень очень большая проблема поэтому все были признаны в общем-то так себе но иногда бывают экспрессы активности опять у нас в стране несколько лет назад фианин произошел спресс связанный как раз тогда стал директором и сказал что мы теперь построим супер мощный заватный эксимер глаз вот я поэтому эту картинку приложу хотя я не не очень верю я так понимаю что динамика очень хорошая строительство ну и по той же самой физической причине мне кажется что эта система нереализуема но и без уважения конечно к учебным которые продолжают заниматься не необходимо понимать что у нас строительство такое управление присутствует я сейчас закончу дает эффект чтобы начать вот значит были построены на стороне лазеры на неодимовом стекле есть такой замечательный институт расположенный под Петербургом в городе в 90-е годы был построен они ушли можно сказать в ноздря с мегомором по созданию лазера но наши мы должны довольны где-то 30 тарават больше денег не хватило но тем не менее можно сказать что и это направление у нас в стране тоже хорошо хорошо я сказал что в нашем институте первого комплекса российских будет сделать в настоящее время много тараватных лазеров есть в стране в основном они покупные и сейчас две французские фирмы талис и амплитюд технологи просто продают титанца первого лазера с мощностью даже больше 100 тарават лазерных импульсов это сейчас уже здорово в инновации бизнес можно сказать что человечество хорошо освоило диапазон до 100 тарават ну и наконец вот другой рукав это параметрическое усиление и здесь надо с гордостью сказать что Россия является лидером мировым первый петоватный лазерный комплекс на параметрическом усилении который построен у нас в институте в 2006 году в 2007 году мы аналогичный комплекс поставили федеральный диапазон в Сарон добавили туда еще один усилительный каскад и получили еще более мощный лазер то есть два самых мощных параметрических петоватных комплекса они в России ну и значит буквально несколько таких слайдов совсем коротких по параметрическому усилению значит параметрическое усиление как я сказал трехволновый процесс но если говорить по усилению очень коротких импульсов то надо покрутив поверхность вугловых векторов обыкновенных пол кристалл найти такие условия взаимодействия когда выполняется вот такая вот картинка и мы с вами по существу в качестве накачки не имеем короткого импульса мы имеем здоровую по энергии накачку но она должна накачать короткий индекс короткий но растянутый как это сделать накачка берется наносекундная вот я здесь нарисовал вот этим вектором а условия синхронизма должны быть такие что сигнальная волна изображенная вот этими красными векторами она испытывает хорошие условия для усиления для синхронизма при разных значениях своих векторов при этом холостая волна имеет вот такой вектор вот если найти такие условия синхронизма когда длинная волна с одним вектором входы считает что никакого спектра нет умеет усиливать широкий спектр красники давая идея вот этих ученых вот тогда мы нашли условия оказывается если сделать соответствующее соответствующее тематическое рассмотрение этого процесса оказывается что решение может быть рефиксированной длине волны накачки решение является единственным и вряд ли кристалл оно существует но это решение соответствует теперь вполне определенно вполне определенным частотам вполне определенным углом между накачкой и сигнальной волной вполне определенным углом распространения накачки отношения оси кристалла и это знаменитое равенство которое сейчас во всем мире призвано и может быть написано на знамени покорения экзолат мощностей из 9527 равняется 9910 плюс 2250 можно проверить что так вот 527 это вторая гармоника тех лазеров это там где можно наносекундном диапазоне запустить здоровую энергию вот если эту энергию здоровую взять пустить эту волну в определенном углу запустить на определенном диапазоне сигнальную волну то тогда можно усиливать сигнальная волна может быть 910 или 1250 холостая они так сказать взаимозаменяемы мы работаем с сигналом 910 и используем этот синхронизм ширина этого синхронизма гигантская здесь приведен спектр импульсов 55 секунд а полоса усиления вот такая можно учить импульсов кристаллы КДП могут быть очень большими это вот видите кристалл 40 на 40 ясно что это уже просто так достаточно большие энергии 10 силы ну и значит это это изображение вот этого пятоватого темосекундного гласного комплекса в нашем институте в нашем институте это изображение этого комплекса здоровья то лазер 4-канальный для прототипа фолио 2m а вот это полиометрический наш эсселинтик и вот это здоровые железя это оптический компрессор там где происходит прохращение импульса длительности на уровне 150 мс ну вот это рекордные сорокские значения в районе станшоулей получить и в настоящее время вот то что есть это еще раз лазер на неодинном стекле начиная с микробора лазерный аттестат сапфири достаточно состоящий в литоватном уровне и литоватные вазеры на кристалл ДВДП наверное сейчас удобно сделать перерыв потому что дальше пойдет разговор о эффектах и о железной светлой области удобно перейти через небольшую историю проекта реакт 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 который с инвестилирован Джерар Мурук в Европе когда он дратился не без Америки судьбом растормошить европейцев на то что давайте будем строить лазер такой мультипедоватной мощности этот проект сначала прошел через подготовительную фазу вот здесь герметическая комиссия такая программная сфер исследователь инструктуры 13 стран принимал участие в проекте и в общем пришла о том чтобы построить в конце концов и то что Франция действительно по сверхсилу лазерного поля но фортуна по-видимому открылась здесь в массе этих политических движений и европейская комиссия неожиданно принимает решение о том что этот проект не будет строить как единое целое а будет состоять из четырех подпроектов каждый из которых будет реализован в отдельной стране пожалуй это впервые вот принимается такое решение в отношении крупных исследований установок такая определенная система и дальше урок входит в кризис и оказывается что ни одна страна не может ну как получиться поддержка своего права чтобы стране была построена хотя бы четвертинка влазерного мощного лазерного опыта понятно что деление на 4 части это деление по физическому управлению единственные деньги которые оказались в то время в Европе это деньги обещанные в качестве не обещанные а не даваемые новым молодым членом европейского союза на структурные преобразования эти деньги можно тратить на дороге на строительство больниц еще на что-то но есть неопрекрепление что часть этих денег она должна как-то в интересах науки и происходит чудо три страны которые получают добро Европейского союза на создание самых мощных плазиновых комплексов в УМЕ оказываются Чехии Венгрии и УМНИИ наверное в отношении Чехии можно было бы хотя бы пофантазировать кто тут пофантазировать но в отношении Венгрии и УМНИИ конечно наверное и фантазии таких не хватит но тем не менее так произошло и то что сейчас имеет место это три отдельных комплекса под которые строятся лазеры для антосекунды физики Венгрия для исследования вторичных источников излучений которые получаются при воздействии таких мультипетованных лазеров на разные решения это Чехия и фото ядерная физика это самое интересное управление строится в УМНИИ и эти четыре страны четыре неожиданно неожиданно в общем становятся вот такими знаменосцами значит Чехия проект я не знаю сейчас точно так сказать какие такие деньги но вот исходят только в год 120 миллионов евро чешский проект сооружается уже в этом году котлован там различные артефакты установили наше строительство но реально это румыны две недели назад получили окончательную подпись европейской комиссии на свои деньги вверх немного вверх вверх немножко тормозят там если теоретические являются у них тем не менее ясно что если два уже одобряется но вот здесь мы имеем знак вопроса знак вопроса это так называемая четвертая колонна или самый мощный лазер 100 200 и пока ни одна из европейских стран на него не забахиваются а это самая важная колонна и денег европе нет ну наверное деньги которые нужны это по крайней мере порядка если сложить вот этот рисунок то есть ляг евро это очень больших это очень большие деньги которые по-видиму могут быть только какими-то шальными европе типа там нефтяных или газовых и поэтому в общем-то есть неплохой шанс что эта четвертая колонна будет реализована в России я в конце скажу а теперь мы с вами видим каким образом произошла вот эта структуризация физики а это же не просто так что давайте мы тут вы тут нет на самом деле за этим в общем то лежит физика за всеми этими явлениями и давайте мы сейчас эту физику посмотрим посмотрим что это такое о чем идет речь я начну с артасекундной с артасекундной физики и прежде всего скажу что существует некая такая убежденность что если вы идете дальше и дальше по диапазону мощностей и интенсивности то так складывается что импульсы которые вы при этом должны использовать получать и вместе с ними работать они становятся все короче и короче поэтому когда мы замахиваемся на мультипитоватный базов это конечно уже такой диапазон совсем короткий первосекунд или атосекунд да то есть артасекунды имманентно связаны с сверхсильными полями артасекунды нельзя получить прямо с лазерного генератора потому что как мы с вами говорили 2,7 фемтасекунды это период оптического поля если мы хотим получить с фемтасекунды то с оптическим генератором мы с вами не получим что надо сделать взять самый короткий минус который есть мощнее и устроим нелинейное взаимодействие с веществом в результате которого спектр еще больше расширится таким образом что он свернется потом в атосекунду атосекундная физика это интереснейшая область современной физики прежде всего потому что если взять характерные времена то характерное время колебаний ядер в молебулах это десятки секунд там может быть секунды Ахмед Зибрел получил первую нобелевскую премию в 99-м году когда он видел движение ядер в молебуле это была эра а если мы хотим залезть вглубь атома и посмотреть совершенно сумасшедшим эксперименте а как пакет электронный двигаются и пакет электронный двигаются у нас у всех картин в голове но можно ли поставить эксперимент чтобы это увидеть это можно увидеть если у вас в распоряжении есть вы можете правильным образом возбуждать пакет их потом плацировать как девайл с ядерными пакетами поэтому прежде всего мотивация будет материя и посмотреть что там творится точно так же если вы в свое какое-то время не мы наверное захотите посмотреть что там творится во время внутренних переходов конечно вы должны работать и я все-таки надеюсь что на наши на наши атосекунды хватит а запись будет ваша итак как получают атосекунды существует уже развитая кухня генерация атосекундных импульсов при ионизации атомов или мали идея генерации очень простая собственно атосекундные импульсы они короткие импульсы атосекунды я думаю уже они в общем-то и присутствуют в больших количествах вокруг нас если мы возьмем старый телевизор и электронный ключок который по экрану то мы понимаем что в процессе взаимодействия электронов с люминофором генерируются вот эти вот вредные рентгеновские импульсы которые как раз имеют длительность равную времени торможения электронов при возбуждении люминофора это как раз атосекундный диапазон но дело в том что там тихо секундных импульсов очень много они синхронизованы друг с другом поэтому ведь просто широкий спектр а внутри рассмотреть ничего нельзя как можно сделать так чтобы все акты возбуждения или спускали а роги импульсов кольцов идея в общем то очень простая в голове выдающих выдающих чек ученого полу а с и заключается вот давайте возьмем и реализуем а что такое реализация мы берем с помощью сильного поля отрываем электрон а что будет с этим электроном дальше если частота электромагнитного поля с помощью которого мы отрываем этот электрон маленькая маленькая по сравнению с частотами вращения движения внутри то тогда мы получим следующее если поле достаточно большое то электрон отрывается почти как в процессе стационарного поля поэтому электрон выходит из армата попадает движется в нем лазерное поле через период сменит свое направление и тогда есть вероятность того что электрон развернется назад разгонится лазерное поле поле большой и изо всех сил хлопнется родительский это тот же самый процесс что на но если у вас есть исходно живые атомы и вы с помощью лазерного импульса делайте это сразу со всеми атомами то тогда этот возврат из ударения назад и при спускании очень короткого всплеска тормозного излучения происходит синхронизог и вы имея такой же широкий спектр как на экране трубки в то же самое время имеете короткий лазерный импульс это идея генерации атосекундных импульсов при обратном с ударением электронов с различными и здесь нарисована картинка спектра который получается когда вы многократно повторяете этот процесс в поле базового импульса и тогда конечно на спектре у вас будет широкий широкий спектр высокий но оказывается что эти гармоники синхронизованы друг с другом их огибающие как раз соответствует длительности атосекундного импульса множество этих элементов были большие но важно что была нащупана стезиат для того чтобы получать вот здесь перейдет образ этого процесса электрон нутрирует удаляется современное направление получения актосекунд связано с ионизацией мишеней передативной плотности здесь приведена картинка когда лазерный импульс падает на поверхность решения с радативной плотностью и на поверхности этого решения генерируются короткие импульсы с длительностью меньшей длительности падающего лазерного импульса с амплитудой больше чем возбуждающего лазерного поля мл эффект сейчас о втором поколении источников антисекундного включения мощность их потенциально большой потому что одно дело газ это твердотельная среда где плотность гораздо больше значит вот это то каким образом происходит происходит процесс реализации атома водорода волновой пакет вылезает расплывается в мислородном пространстве возвращается назад хлопается родитель свиньон прилетает мимо его частично спускает тормозное включение но почка получается это отклик атома значит под действием лазерного поля медленный отклик с частотами а вот скрест обратно если посмотреть на спектр это спектр отклика линейного а это спектр линейного отклика тянется гораздо дальше это такая красивая физика еще более красивой эта физика становится когда мы начинаем подобные явления рассматривать молек и и вот здесь мы приведем пример если сейчас задвить с посмотрите что происходит когда мы взяли маленькую важную вопрос и делаем сразу получается вот процесс в этом случае бумагные пакеты это конечно состояние потому потому они друг с другом и получается что картинка обратного всплеска при взаимодействии с родительским молекулярным биодом может быть другое гораздо более богатым но разница особенно существенна в том случае когда мы переходим разница становится более существенной когда мы работаем вот с такой ириентацией молекулы вазерного кожи отношения в России молекулы здесь вот эта интерференция электронных состояний оказывается такой что у родительскому иоду уже вот представим себе появляются выделенные частоты предгермесной диапазоне вот если это дело осмотреться то вот такая ириентация вертикальная иоризонтальная приводит к совсем разным спектрам от секунды это на первом случае и видно что в диапазоне уже не то что мягкого серьезного каждого гена он будет получить достаточно приличные скулесы и более того как первые взятия спец точно будет поместить в водяной окно в качестве но церкви для строения изображения объекта это способ сделать отдельно интересным является вопросом секунды метрологии каким образом можно измерить импульсы на таких временных масштабах часов для измерения и здесь очень важным является идея как раз наблюдения ионизации атомов в присутствии мощных импульсов и добавленных атосекундных импульсов если посмотреть как реализуется атом то можно увидеть на каком расстоянии в какой фазе по отношению фору возбуждающего лазерного импульса находится атосекундный импульс давайте я перейду к второму поколению которое связано с поверхностью и вообще вопрос о том можно ли преобразовать частоту излучения излучения взаимодействия с движущей плазмой это вопрос хорошо исследован ясно что если у вас есть плазменное зеркало которое движется навстречу падающему излучению или тормозу много преобразов частоту другое дело как сделать так чтобы импульс под и под и под и эти те частоты которые генерируют они складывали в очень короткий от секунды и оказалось что это можно сделать и посмотрите еще раз что происходит когда в определенном диплазоне частот в падение лазерный импульс падает на поверхность мишени электроны под действием драматурной силы возникает поле разделения заряда и эти электроны двигаясь навстречу лазерного импульса выплевывает гигантский атосекундный импульс это механизм генерации последствий электронной пружины и оказалось что атосекундные импульсы могут иметь в определенном диапазоне углубление лазерного значения на мишени и определенное соотношение между плотностью мишени и атосекундные импульсы могут иметь амплитуду в десятки раз больше чем падающие лазерные исключения это здорово потому что мы здорово можем повысить пассивность и когда мы говорим что нам хотелось уйти за 10,25 что нам позволим сделать или или экселс существуют еще и механизмы дальнейшего продвижения связанные с тем что излучение вот этих вот мультипетаватных лазеров определенным образом взаимодействует с веществом дает интенсивности большее еще большее поэтому продвижение по шкале дальше за 10,25 может быть даже к швейдеровскому полю это подвижение связано с появлением таких вторичных источников у нас есть большие надежды что поэтому здесь можно продлинуться достаточно далеко характерные цифры чтобы не вязать подробности я вам покажу еще один расчет значит если взять гернательный мишень в виде в виде вот такой вот вогнутой мишени генерировать на ней атосекунды то есть длинные импульсы переводить в короткие еще добиться дополнительной фокусировки полученных атосекунды за счет пространственного фактора то в этом случае можно получить фактически такой вот абсолютный максимум в этой идее вот смотрите как он образуется так устроено взаимодействие на поверхности мишени вот это вот эти артисекундные спецы которые срываются и за счет перелезные мишени они начинают фокусироваться в какой-то точке мы начав с 10-23 сантиметра квадратных поверхностных движений получили в точку фокуса 10-26 ватт сантиметр квадратных это приблизительно соответствует лазеру мощностью 2 петоват ну а если теперь вместо 2 петоват возьмем 200 петоват фантазируем вот четвертая колонна ELEI DxLs сделаем мишель просто побольше с сохранением тех же самых эффектов генерации от секунды и фокусировки то мы с вами получим сумасшедшую величину 10-28 ватт сантиметра квадратных и 20-28 квадратных уже без каскадов которые часто очень активно изучаются мы можем просто производить прямую ионизацию ватт здесь если посчитать по известному формулу вот такой плазин издает 10 9 электронный электронный флак вообще вот эта штука очень интересная может быть даже о Сашу я хочу чуть-чуть о ней рассказать дело в том что когда несколько лет назад благодаря Николай Борису с авторами и Сашу с авторами и Кирку с авторами а вот Кирку с авторами все весь мир ахнул потому что оказалось что не надо получать на 10.30 на 10.26 надо просто иметь там какие-нибудь тривиалии даже поменьше вот надо просто в области фокусировки иметь какие-то электроночки чтобы не ждать когда с малой вероятностью первая пара родится из квантового вакуума а просто там уже что-то чуть-чуть есть тогда на одну в электроне вы можете организовать лавирус и оказалось это многие подозревали и не то что подозревали а прямо говорили что ребята ведь квантовый вакуум он очень плотный вот если вы берете вещество и смотрите ионизация вещества может быть полива ионизация когда вы просто вытираете электрон и получаете ионизации под действием а может ионизация под действием электронной лавины когда электрон уже существует первый электронный как там оказавшийся он полем разгоняется хлопается атому производит ионизацию и это лавина чего-то такое наверное в вакууме тоже в физике вакуума должно быть да оказалось что есть и оказалось что существенно можно понизить порог для того чтобы увидеть генерацию электронно-позитронных пар и в некотором смысле сейчас ситуация перевернулась на противоположное теперь говорят да вы не увидите никогда ионизацию чистую ионизацию бакуума не сможете пощупать как в корректе пространство потому что каскады то есть надо теперь наоборот придумывать какие-то конфигурации когда вы этот эффект в зонтировании вакуума увидите в чистом виде вот этот лучик который я нарисовал здесь является одним из замечательных примеров когда это можно сделать во-первых в нем можно получить больше чем 1026 во-вторых он очень коротенький во времени он содержит длительность на уровне скажем 10 секунд и во-вторых он очень маленький пространство область который занимает на уровне 10 нанометров кроме того в этой схеме я рассказал этот импульс не просто стоит он еще и распространяется со сверхсветовой скоростью вакуум вы имеете идеальный идеальный сон для того что в каждом месте производить чистую вакуум и пытаться смотреть как это устроено какая функция распределения электронов из электронов пара правильно мы понимаем характерные времена и то что вообще там у них творится под их отрицательной энергией в один метод значит ну вот это то что связано с артисекундами переходим теперь к второму второй колонне вторая колонна это вторичный источник излучения речь идет о электронах и известная картинка представлена здесь то ли она виталий молчан то еще кому-то но в последнее время уже все стыдно ее показывают я тоже это делаю картинка очень красивая существует давно картинка которая показывает собственно о чем идет речь если у вас есть трубья газа то можно сфокусировав лазерный импульс в эту струю газа или заваривать первый газ и во вторых создать плазменную волну она называется кильваторной плазменной волной она называется кильваторной потому что она следует с фазовой скоростью равной групповой скорости лазерного импульса за ним и вот это вот внутреннее плазменное поле очень удобно для того чтобы ускорять электроны ну легко представить что там есть ускоряющие тормозящие фазы в этой кильваторной волне вот если положить электрон ускоряющую фазу то это поле которое движется фаза которая движется со скоростью света со скоростью близкой скоростью света является очень хорошим ускорительным для электронов ускорение электронов на такой вот кильваторной волне по-моему первая работа принадлежит также видаусу в 79 году сейчас является базовой для создания так называемых настольных или компактных лазерных плазменных ускорителей и здесь ну наверное на школе можно такой простой картин показать это сравнение Эксфэла строящего сейчас нормального лидейного ускорителя который должен почти 22 пучки получать электронов на расстоянии больше 3 километров значит 3 километра запомнили а внизу рядом приведена картинка сопутствующей системе отсчета возбуждает лазерную волну и электронные запусточки которые здесь либо за счет самоинжекции появляются в этом лазерное поле ускоряется ускоряющие поле килваторной махерной волне воздействие мощного лазера на три четыре порядка больше чем максимально возможное поле поля которые получаются лазерной поле совершенно спокойно достигают на один сантиметр поэтому все то же самое можно все самое почти все то же самое что можно сделать на сладке или на экспресс или сейчас еще спринт на трассе несколько километров можно сделать на трассе в несколько сантиметров или там десятку сантиметров с помощью лазерного лазерного речь идет о супер компактизации линейных мускорителей существует значит факт доказанный поля померены электроны такие получены ну вот сейчас где-то полутора уже получают электроны статья вверх лаборатория которые работали с 40 лазер разорван электроны до наук на расстоянии приблизительно три сантиметра до пиллярного разряда три сантиметра даю кэф значит вы как в основном представитель энергии должны быть в восторге то есть ускоритель помещается на мадонне ну и вот такой сумасшедший успех он конечно прием хорошим финансируем этих работ это лаборатория выполняет проект было ускорение до 10 если этот проект будет сделан то тогда в общем альтернативой аэсси это международный гранит вполне может стать многокаскадная система на лазерном лазерном ускорении гораздо более компактная и удобная чего не хватает пока лазерном ускорении это частоты повторения все эти лазерные системы стреляют довольно редко если мы уходим в 100 тарават в сотню тарават то это единица герц если мы уходим в битовато раз в час ускорительщики нам говорят что вы будете реально конкурентными и востребованными если вы сделаете по крайней мере 10 кгц это конечно совсем другие лазерные архитектуры но с точки зрения физики теорема существования доказана и это конечно выдающееся достижение современной науки значит я естественно пропускаю по дороге я должен сказать что Россия здесь не в стороне вот у нас в институте 10 лет назад было выполнено серию экспериментов к улазерно-плазерным ускорениям высший результат на уровне 300 мэф ускорение электронов на трассе несколько миллиметров то есть темпу ускорения мы продемонстрировали больше 1 гмц то есть это вполне имеет место ну значит здесь конечно мощное мощное моделирование должно быть и наверное теоретика интересно что вообще говоря для того чтобы детально детально проанализировать что там происходит ну вот для моделирования одного миллиметра трассы это приблизительно должен где-то 10-17 вычислений одеток заход поэтому если вы реально занимаетесь вот этой вот налогой то конечно хорошо бы принять для этого киноплопусный компьютер ну и собственно вот когда речь идет о том что да надо наращивать мощности то вот эта задача взаимодействия своих мощных полей с веществом практически ускорения да нам уже такие компьютеры помогаете истантимы итак в эксперименте получено больше ГЭЛа с хорошим можно получить 10 ГЭЛа это будет получено то тогда начнут берегись все сообщества ускорительщиков которые хотят строить международные вековые тогда физики лазерщики и плазмящики будут вполне самостоятельно очень коротко насчет ионов потому что я просто скажу что ионы в отличие электронов которые ускоряются в газовых струях на тревакторной волне ускоряются для их ускорения используется воздействие мощных на тонкие мишени в результате этого воздействия насчет контрматорной силы электроны выталкиваются измешения и образуется поле разделения заряда которое вытаскивает за собой ионы ионы бегут вслед за электронами и вообще это нехилый эффект если ионы будут бежать вместе с электронами основная энергия будет тяжелее поэтому электроны являются только посредником для того чтобы передать энергию можно вложить много сейчас насколько я представляю все лучшие результаты на уровне 200мф это не моноинвертичные что надо было бы на одном приложении тем не менее на уровне приличные приличные пучки у нас в россии эксперименты занимаются снежинским там на уровне 10мф у них есть результаты на их лазере СОКО СОКО П установка на таких экспериментов пока в нашем институте не видят но очень активно исследуют теоретически мощные расчеты пробивается лазерным импульсом тонкой как вылетают электроны белые ионы и дальше детально рассчитываются всякие средства отделения так возможно вскоре в данном скребите что более-менее более-менее лазерного энергетического груза ионов удается получать налоги здесь тоже стремительно развивается даже есть по ионам сейчас много очень интересных идей и предложений один из новых совершенно предложений я думаю что будет рассказывать про протонную терапию а вам как ядвища наверное интересно будет узнать что сейчас переставец грандейский проект где вот эти ионы разумные другого дальше ударяется мишень из которой вылетает передается гранди нейтроном и эти нейтроны уже дальше используются в реакции трансмутации для того чтобы дожигать ядерное топ вот этот проект именно такой выстроенный сейчас активно обсуждаться я знаю что в понедельник будут какие-то переговоры по поводу того чтобы в россии в работе участвовать а значит я сказал вторичные источники третья колонна третья колонна третья колонна это ядерная фотофизика точно так же как и создание и появление лазеров 60-х годах привело к созданию реальной атомной оптики в том смысле что эти частоты переходов которые в гернет для лазерного излучения нам далось соответствовать переходу внутри атомы и оказалось возможно блестяще исследовать процессы внутри атомы точно так же овладение экстремальным задаваемым полями и создание источников гамма излучения позволят вторгнуться и исследовать совершенно новыми диагностиками и технологиями ядерные процессы для этого нужны хорошие источники корректины после скорости с скоростью дата секунды или короче гамма излучения и встает вопрос как сделать с помощью экстремальных световых пробег понятно что источником гамма излучения должна быть какая-то быстро движущей частицы наверное который двигается по подходящей траектории чтобы излучение синфротроном например так здесь приводится концептуальная схема эксперимента которая существует в программе Excel программа гамма маяка гамма маяк на двух вставок сталкивающихся мощных и так представим себе что у нас есть 1024 сантиметров квадратных падает с этой стороны падает на слой толщиной пустой микрон и лазерное лазерное излучение падающим слева и справа импульсе является циркулярно анализовано и пусть вращение будет такое что частица и в том уголе которые стоящую волну почти имеет вращение управлять тогда за счет андроматорной силы электроны сильно сжимаются внутри и и натяженный можно считать гвоздями динамика здесь не важно важно что электроны образуют сумасшедшие тонкие тонкие плазменные слои с высочайшей концентрацией на уровне 10-27 частиц и размер этого слоя может быть где-то на тысячу порядка на метр и в этом тонком слое все электроны как один крутятся по кругу под действием лазерного упопадитель настоящего лазерного поля и конечно сумасшедший свет в этом диапазоне потери гигантских то что электрон на входе и звучит равно энергии движения лазерного лазерного сформации возможности 50% если вы посмотрите на траекторию электронов у вас есть частицы которые крутятся в поле частиц сильно диссипативные я так вот рассказываю если у вас есть частица циркуляр поле и при этом испытывать силу то между вектора скорости частицы и образуется появляется угол конечный этот угол определяет работу то есть ту энергию которая переводится в 3 а в 3 и у всех электронов этот угол один и тот же они все крутятся в результате вот этот путь гамма-излучения ходит как с частотой лазерного импульса излучаемые очень тонкого ножа это очень интересный источник гамма-излучения который потом может быть использован для разных выведений процессов ядерной фотофизики и это одна из возможностей и поскольку у меня время уходит я несколько слов скажу что такое экселс экселс расшифровка его это экзоват экс 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 экселс 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 это название как сейчас название очень важно название правильно чтобы оно было плугозвучным но по-английски значит когда мы называли наш китованный параметрический комплекс мы долго мучились и в результате все-таки сдались супостатами назвали по-английски пёр по-русски не очень звучит зато по-английски все думали экселс тоже проверялся англичанами и сказали звичат значит по технологии параметрического усиления которое мы разворачивается значит у нас петоватная ваза делается канал который позволяет получать 15 петоват значит для того чтобы это сделать мы должны увеличить размер кристалла с которым мы работаем сейчас у нас кристалл 10х10 боевое где-то до 30х30 можно повысить до 15 петоват и сделать 12 таких каналов 12 каналов по 15 петоват если перемножить давим почти 200 поэтому называем что это глаственный комплекс мощностью 200 петоват не существует прорисовки раз вы можете увидеть речь идёт дальше о огромном количестве экспериментов вот этой четвертой колонны которой мы считаем должен быть наш адресатс и в этом новом институте в этом новом саде будет предполагается что будет множество различных лабораторий по всяким направлениям современной физики вот той физики которая сейчас образуется на стыке между физикой экстремальных полей это совсем новое знание потому что ясно что здесь инструмент новый и этот инструмент новый может по-иному исследовать процессы в физике высоких вот это она очень важна очень интересно так же будет выглядеть с левого архитектура лазерного комплекса вот и насладкая вот эта вот картинка когда все-таки говорят особенно начальнику что мы заводку лазера будем получать так же вы же вот в самом лучшем случае есть 12 12 18 вы говорите нет потому что некоторые эксперименты мы в принципе можем проводить имея ввиду конкретные суммирования лазерных каналов поскольку изучение то вообще никто не отменял того что при сложении пучков оптического вы в отдельный момент на это время в отдельных точках и получать поля существенно больше чем эквивалент к этим 200 петаватт и вообще говоря это сейчас в общем довольно такое направление которое многие интересуются и здесь не случается времена картинка дипольной волны потому что когда вы зададитесь таким вопросом предположим у вас там где-то ваши лазерчики имеют 200 петаватт очень когерентного хорошего цвета в коротком эмоции скажите что их делать для того чтобы получить экзамат значит тогда просто как теоретики мы помыслив скажем вы должны сделать такую конфигурацию поля если у вас есть очень хорошая фаза чтобы в центре сходящейся волны вы получили максимальное значение значит существует простая такая вот теорема что на совершаю формат которые вы были cons е И есть дальнее поле, которое звучит, которое в особенности демии. Вот это дальнее поле можно вернуть во времени. И тогда сходящаяся к центру дипольная волна вам в центре даст максимум того, что вы можете получить. Это, конечно, не бесконечность, поскольку поле волновое, но это, в общем-то, и больше 200 металла. И оказывается, что это больше 200 металла вот на такую величину. Значит, если вы в идеальной конфигурации дипольной, исходящей с волны, эту задачку посмотрите, то из того, что у вас даем вам в лазерщине 200 металла в хорошем прегрентном цвете, вы в центре, в одной точке, можете получить 2,8 металла. А если вы используете нашу более-менее реальную конфигурацию с 12 металла, то в центре получите 2 десятка экзавата. Поэтому у нас есть вот такой вот экскьюз, мы говорим, что да, пока прямо экзават не можем, но если конкретно суммируем, потому что мы подозреваем, что мы можем до такой степени сделать, то получится действительно экзават. И вот этот вот экзават таким вот образом прорисованный, то, что я вам здесь показал, немножко честно, немножко нечестно прорисованный, потому что, конечно, при этом суммировать довольно плохо, является сейчас самым передним фронтом в экстремальном цветовом полях. Никто нам больше не замахивается, никто больше не рисует, но все сейчас бросились исследовать физику, что же будет в привокусировке такого импульса, импульса, что можно смотреть, как можно кипятить вакуум, какие там мощные источники гамма-излучения появляются. Вот, обо всем этом или обо всей этой программе вы можете посмотреть на сайте проекта XELS. И, в общем, спасибо вам за внимание. Спасибо, Владимир Михайлович. Время на вопрос, время не осталось. На манкете? Да. На вопрос. А сейчас кофе-брейк, и уже у нас 15 минут, и осталось до начала следующего.